4 тысячи жителей Калининградской области пришли в костелы для того, чтобы встретить праздник Рождества Христова. Святые месы проходят во всех приходах региона всю неделю, которую католики называют «Октавой Рождества». Причастие калининградцы принимают целыми семьями. Многие не только подготовились к таинству на исповеди, но даже прошли специальную катехизацию в Адвент. Мы готовились через духовные упражнения. У нас отец Пётр читал так называемые реколекции в храме, чтобы люди приготовили свои души на встречу с Господом. В Калининградской области регион многонациональный в силу исторических причин. К тому же Калининград граничит с Польшей и Литвой. Католические традиции во многих семьях здесь были живы даже во времена советской власти, когда религиозные праздники находились под суровым запретом. В то время нельзя было в церковь ходить. Вообще-то у меня родители были верующие, и мама, допустим, так поставила свою позицию перед учителями, что мой ребёнок, если есть Рождество, то он, значит, будет в церкви. Утром вставали рано, потому что служба всегда бывала в 8 часов утра, а надо было ещё ехать до Погиге. Сегодня в Советске, втором по величине городе области, есть свой костёл. Настоятель прихода – самый первый католический священник в послевоенной истории области – отец Анупрос. Калининградские верующие обратились в литовское епископство с просьбой прислать священника для проведения обрядов. Это произошло в канун Рождества 22 года назад. В те времена службы приходилось проводить в неприспособленных помещениях. Сегодня же практически в каждом крупном городе области есть свой костёл. Причём здания, построенные на пожертвования самих верующих. Отец Анупрос ныне возглавляет приход Воскресения Христова, строительство которого он курировал сам с Божьей помощью. Господь Бог дарит своего Сина, Он сам дарит себя человеку, чтобы человек жил вечно, чтобы он был счастливым, радостным. Среди прихожан-католиков сегодня много переселенцев. Музыкант Екатерина Изранова приехала в Калининград несколько лет назад, а родом она из Новосибирска. Сегодня Екатерина с большой благодарностью вспоминает о своих земляках, через которых она и пришла к вере в Бога. Я желаю всем своим друзьям, всем своим братьям и сёстрам по вере, чтобы сегодняшний праздник принёс в их сердце исполнение самых заветных желаний, какие только есть. А прежде всего желание святости. Екатерина сама сочиняет калятки, исполняет музыку, работает с молодёжным хором Калининградского прихода святого семейства. Руководитель хора Светлана Рыжкова, как и Екатерина, крестилась уже в зрелом возрасте. Интерес к католической культуре зародил в её душе светлый праздник Рождества. Ожидание чуда, ожидание рождения младенца, всё новое, всё самое светлое. В единстве святого Бога всякая честь и слава. С каждым годом в калининградских приходах римско-католической церкви становится всё больше людей, приходящих к вере осознанно. Новичков всячески опекают и помогают им те прихожане, которые участвуют в таинствах самого рождения. Это традиция, да. У нас родители у меня католики, и для меня Рождество, я вот сколько себя помню, столько Рождества родители всегда отмечали этот праздник. Если сюда не придёшь, мне кажется, и праздника как-то нет. Какая-то светлость в душе, не знаю. Легко и красиво, и хорошо. Все вместе католики Калининграда отмечают праздник Рождества Христова в храмах. Все вместе встречаются за праздничным столом. Пение колядок и обмен пожеланиями давно уже стало доброй традицией у прихожан. Пожелать вам много радости, много света, Божьей любви, благословения. С Рождеством Христовым!